В рамках которого мы с вами рассмотрим все интересующие вас вопросы касательно акций и программ, объявленных совсем недавно, буквально в четверг, на всеукраинском бизнес-вебинаре. И наверняка за это время вы уже повстречались с вашими командами и у вас возникло определенное количество вопросов. Сегодня мы постараемся в них разобраться. Прежде чем мы приступим к основной теме сегодняшней встречи, я предлагаю проверить с вами связь, звук, видео, презентацию, все ли вы видите, слышите. Прошу вас написать в чате. Также прошу вас в течение всего сегодняшнего вебинара использовать непосредственно чат, не закладку вопросов и ответов, а чат. Как я уже сказала, в результате сегодняшнего дня, я уверена, каждый из вас услышит все ответы на все вопросы. Все нормально, пишет Елена Паронская. Спасибо большое. И предлагаю вопросы оставить напоследок, не задавать их по ходу, потому что в рамках моей презентации будет несколько примеров, которые, возможно, уже содержат ответы на ваши вопросы. И после того, как мы пройдемся по слайдам, по основным условиям, безусловно, мы оставим время для того, чтобы вы смогли задать свои вопросы и услышать ответы. И намного удобнее мне будет видеть ваши вопросы, если они будут все сгруппированы в отдельной части. Поэтому я попрошу вас, ваши эмоции высказывать в течение всего вебинара, а вот касательно вопросов, конкретных каких-то вопросов, придержать их на конец. И когда я скажу о том, что мы уже закончили с вами презентацию, сейчас приступим к ответам на вопросы, после этого вы сможете записать их в чате. Еще раз обращаю ваше внимание, да, не в части ответы вопроса, а именно в чате. И после этого мы вместе их рассмотрим, и вы получите на них ответы. Надеюсь, что все ответы уже есть, да, и не будет таких вопросов, которые останутся без ответов. Ну что ж, мы начнем, мы начнем говорить о бонусной программе. Совсем недавно, как я уже говорила, вы услышали о ней впервые, и во время всеукраинского бизнес-кеминара ваши эмоции, да, и ваши комментарии в чате дали понять то, что это действительно те программы, которые на сегодняшний день нужны нашим партнерам, да, нужны нашим лидерам, и те программы, благодаря которым в ближайшее время вы все сможете ощутить удовольствие от своей работы, да, и материальное, и не только материальное, найти новых партнеров, это дополнительный стимул, да, мотивационный фактор для беседы с вашими партнерами и для того, чтобы они действительно приняли решение всерьез заниматься бизнесом с компанией «Рифлейм», потому что эти программы дают конкретную возможность заработать конкретные деньги за конкретный период, за конкретные, выполнив конкретные условия. В целом это называется юбилейная бонусная программа, она состоит из двух частей, так, я вижу, что кто-то не видит и не слышит. Давайте еще раз проверим свою связь, как видно, слышно. Поставьте плюсики, если вы видите меня, презентацию и слышите меня. Меня видеть не обязательно, главное, чтобы вы меня слышали и видели презентацию. Так, я вижу, что все в порядке, все хорошо. Для тех участников, которые не слышат меня сейчас и не видят, я попрошу кого-то из участников, кто меня слышит, напишите в чате, порекомендовать выйти из нашей вебинарной комнаты и присоединиться к ней повторно, для того, чтобы восстановить связь, потому что основная часть наших посетителей сегодня все-таки все в порядке. Спасибо большое, Людмила. Ну что ж, мы продолжаем. И юбилейная бонусная программа, она состоит у нас из двух частей, и называются они следующим образом. Это энергия роста для менеджеров, энергия роста всем полюбившаяся программа, которая работала в Украине несколько лет, и многие лидеры во время индивидуальных встреч и групповых речь шла о том, что это была мега крутая программа для менеджеров, и очень многие просили ее вернуть, и ура, были услышаны эти лидеры, да, и благодаря юбилейному году компании в 2017 году, мы помним с вами, что компания Reflame празднует 50-летие свое существование, да, с момента рождения компании, и 20 лет прямых продаж в Украине, двойной юбилей, и, собственно, благодаря этому юбилею, да, наши лидеры получают такие замечательные программы. Итак, первая программа в юбилейной бонусной программе Украины называется «Энергия роста для менеджеров», и мы более детально сегодня поговорим о ней, рассмотрим некоторые примеры, и, как я уже говорила, в конце нашей встречи вы сможете задать ваши вопросы в случае их наличия. И вторая программа – это лидерская программа, это программа под названием «Пламя успеха», которая позволяет за развитие своих партнеров, да, вывод их на 24% уровни, получать хорошие подарки от компании и быть лучшим в Украине одному из участников. Ну что ж, поговорим более подробно о этих программах, и начнем мы с программы «Энергия роста для менеджеров». Программа действует со 2 по 9 каталог, то есть текущий каталог номер 2. Это первый период, во время которого наши партнеры уже могут вступить в эту программу, выйдя на другой процентный уровень и уже начать свой путь квалификации на денежные вознаграждения. В целом наши партнеры, которые имели уровень по итогу каталога номер 1, от 0 до 12%, имеют возможность собрать и заработать за весь период квалификации, за весь период действия этой программы 20 тысяч гривен, да, то есть двигаться на пути к званию директор и заработать 20 тысяч гривен. Что же это такое? Что-то со слайдом, вот. В этой программе участвуют абсолютно все консультанты, которые в каталоге номер 1 не имели уровень 24%. То есть директора, лидеры в прошлом, директора, да, лидеры со званием директор в Украине, но с уровнем меньше, чем 24%, абсолютно все лидеры могут принять участие в этой программе и заработать свои бонусы. Процентный уровень по итогу каталога номер 1 определяет размер этого бонуса и те возможности, которые есть у каждого консультанта в рамках этой программы. О чем же идет речь? А речь идет о том, что эта компания дает возможность заработать 20 тысяч гривен абсолютно каждому человеку, каждому консультанту, который в каталоге номер 1 имел уровень от 0 до 12%. Откуда они возьмутся? Для этого необходимо, для того, чтобы заработать эти деньги, да, начиная с каталога номер 2, подниматься по нашей лестнице успеха. 15% три раза подряд минимум, очень важный момент подряд, обратите внимание, не в разброс, а подряд, дают возможность заработать первый бонус, который будет состоять из суммы 2 тысячи гривен. Те, кто имели по итогу каталога номер 1, уровень 15%, выйдя на уровень 18% и удержав этот уровень в течение 4 каталожных периодов, имеют возможность заработать бонус размером 3,5 тысячи гривен. Для тех, кто имел уровень 18% в прошлом каталоге, они имеют возможность, выйдя на уровень 21% и удержав его в течение 5 каталожных периодов, заработать свой бонус размером 5,5 тысяч гривен. И те, кто имели уровень 21% по итогу каталога номер 1, и эти партнеры, достигнув уровня 24%, удержав его в течение 6 каталожных периодов, имеют возможность заработать вместе с компанией свой юбилейный бонус в размере 9 тысяч гривен. Я обращаю ваше внимание на то, что все те консультанты, независимо от их истории в компании, независимо от их ситуации с международными ветками, все те консультанты, которые имели в Украине по итогу каталога номер 1, уровень от 0 до 21%, имеют возможность заработать свой бонус по программе энергия роста. Я знаю, что у нас есть в компании лидеры, которые имеют статус директора, потому что имеют большие глубокие ветки за рамками Украины, но в Украине находится на 15-18% или 21%. Все эти директора имеют возможность, вступив в эту программу, подтвердив в Украине уровень 24%, в течение 6 каталогов заработать свой бонус 9 тысяч гривен. Ну, собственно, вот таким вот образом выглядит наша лестница успеха по этой программе, по программе энергия роста. И еще раз повторю то, что за весь квалификационный период есть возможность заработать бонус в размере 20 тысяч гривен для тех консультантов, которые по итогу каталога номер 1 были на уровне от 0 до 12%. Ну что ж, мы двигаемся дальше, потому что у нас в этой части есть некоторое уточнение, да, то, что необходимо иметь, то, что необходимо делать ежекаталожно для того, чтобы заработать этот бонус. Для того, чтобы заработать этот бонус, необходимо выполнять определенные условия, да, необходимо иметь отрыв от ниже стоящего партнера минимум в 1% уровень. Вот это потерялся мой слайд. Сейчас, одну минуточку. Куда же он делся? Куда же он делся? Ага. Екатерина Усик спрашивает, писать ли вопросы сюда или в другое место. Да, пожалуйста, пишите вопросы в чат, но я попрошу вас все вопросы оставить до завершения моей презентации, когда я озвучу основные моменты, которые сегодня я приготовила для вас. В случае, если у вас возникнут еще какие-то вопросы, да, то вы сможете их задать, но только в конце, чтобы они все были саккулированы в одном месте. Ну что ж, это важно знать, потому что для получения этого бонуса необходимо иметь один отрыв, отрыв минимум в 1% уровень от ниже стоящего участника программы. Это очень важный момент для тех лидеров, которые на сегодняшний день основным методом своей работы используют метод работы онлайн, да, и очень часто бывают ситуации, при которых ситуация с отрывом очень-очень важна, да. Поэтому обратите внимание, что для получения бонуса необходимо иметь отрыв минимум в 1% уровень. Для получения этого бонуса необходимо в каждом каталоге квалификации иметь 150 личных баллов. То есть для того, чтобы заработать этот бонус, необходимо иметь... Людмила Иванова спрашивает, отрыв ли локально? Людмила Иванова, да, отрыв локально, но я попрошу вас все-таки вопросы расставить до завершения моей презентации. Так будет проще отвечать на все вопросы одновременно. 150 личных баллов должно быть абсолютно во всех каталогах квалификации, да, когда человек квалифицируется на этот бонус. Тоже очень важный момент. Это то условие, которого не было раньше. Если мы говорили о отрыве, да, отрыв нужен был всегда во всех каталогах квалификации, то если я правильно помню, 150 личных баллов мы просили в каталоге завершения квалификации, потому что в тот момент еще у нас действовало правило квалифицированного рекрута, да. То есть это условие на сегодняшний день обязательным является в данной программе. В программе также принимают участие директора и выше, которые не имели уровень 24% в первом каталоге. Их выход на следующий уровень в Украине, да, без международного спонсирования показывает возможность выхода на новые процентные уровни и заработок в части этой программы «Энергия роста менеджера». В программу могут включиться абсолютно все новые консультанты, которые будут зарегистрированы со второго по девятый каталог, выйдут на уровень 15% и выше, соответственно, от этого будет зависеть количество бонусов, да, которые смогут получить вот такие консультанты, которые впервые зарегистрироваются в компанию. Компания и программа, это, да, заканчивается, программа заканчивается в каталоге номер 9 2017 года. И все те участники программы, которые в каталоге номер 9 выйдут впервые на новый уровень в части программы этой, да, и будут иметь возможность еще квалифицироваться на получение бонуса. Другими словами, программа «Энергия роста менеджера» закончится в каталоге номер 14. Уже будут подведены конкретные итоги, потому что все те, кто в каталоге номер 9, ведь в последнем каталоге квалификации на данный бонус выйдут на уровень старшего менеджера, будут иметь возможность при подтверждении этого уровня в течение шести каталогов заработать свой бонус 9000 гривен. Так, двигаемся дальше. Если в течение квалификации менеджер падает ниже квалификационного процентного уровня, он больше не сможет продолжать участие в текущих и последующих бонусах. Это очень важный факт. Падать в этой программе нельзя. Если наш партнер по итогу каталога номер 1 был на уровне 12% и он планирует достигнуть своего следующего уровня, который для него в данной программе 15%, удержав его три раза, он сможет заработать свой первый бонус 2000 гривен. Так вот, если этот партнер упадет на уровень 9%, к примеру, в текущем каталоге, то он теряет для себя возможность заработать эти деньги. Очень важно, чтобы вы уже сегодня определили ту фокус-группу и тех партнеров в вашей команде, кто будет двигаться на этот бонус и объяснили, разъяснили все эти правила. Что нельзя падать, обязательно необходимо иметь 150 личных баллов, следить за тем, чтобы был отрыв минимум в 1% уровень и так далее. То есть все обязательные условия в данной программе необходимо донести максимальному количеству ваших партнеров не позже, чем в текущем каталоге, потому что каталог номер 2, это первый каталог квалификации на получение этого бонуса. Так, и еще есть одна новость, как-то слайды у меня получились не в ту сторону, в которую хотелось бы, да, и есть еще одна новость для директоров в части этой программы, энергия роста для менеджеров, есть возможность заработать за каждый бонус, полученный в его персональной группе, 10% от общей суммы этих бонусов. Итак, правило звучит следующим образом. Для директоров и выше, по итогам каталога номер 1, мы говорим следующую фразу. Помогайте вашим менеджерам расти и помогайте вашим менеджерам зарабатывать бонусы по этой программе, и вы получите 10% от общей суммы получателей ваших бонусов по результатам каталога номер 14. Почему по результатам каталога номер 14? Потому что, как вы помните, да, программа у нас действует до 9 каталога. В 9 каталоге есть возможность вступить в программу и впервые выйти на уровень старшего менеджера, всем, кто этого не сделал раньше в периоде квалификации, да, и возможности достигнуть этого результата в течение 6 каталогов подряд и заработать свой бонус 9 тысяч гривен. Очень важный момент. Те партнеры, которые на сегодняшний день являются партнерами компании на уровне, в каталоге номер 1 являлись партнерами компании и были на уровне старший менеджер, то есть не были директорами, да, и имели уровень 24%, а у нас таких партнеров достаточное количество. Все эти партнеры имеют возможность, имея на окончании квалификации в каталоге номер 9 статус директора, да, до каталога номер 9, имея статус директора и подтвердив его в каталоге номер 14, заработать также бонус от всех своих партнеров персональной группой, которые будут получать бонус по энергии роста в течение всего квалификационного периода. Поэтому, уважаемые старшие менеджеры, когда-то, совсем недавно, несколько дней назад, мы думали, что ситуация не самая лучшая у старших менеджеров, потому что условия интересны для тех, кто не был на уровне старшего менеджера, и условия интересны для тех, кто имел статус уже директор, да, одни могут зарабатывать бонус, другие могут иметь 10% от того количества полученных бонусов в персональной группе, да, которое будет достигнуто за этот период его партнерами. Для старших менеджеров также есть такая возможность, но очень важно иметь статус директора, да, то есть на окончание квалификации иметь статус директора. Ну что ж, и у меня есть несколько примеров для вас. Первый пример сейчас на экране, да. У нас есть консультант, у него уровень 12% был в каталоге номер 1. В каталоге номер 2 у него тоже есть уровень 12%. У него есть отрывы ниже стоящего менеджера, но у него нет 150 личных баллов. И начиная с каталога 15, в течение трех каталогов он выполняет свой товарооборот, необходимый 2000 баллов, да, у него есть отрыв от ниже стоящего, у него есть 150 баллов. Уважаемые лидеры, я попрошу вас напишать в чате ваше мнение, получает ли такой консультант, такой партнер бонус 2000 гривен по программе «Энергия роста». Вижу один ответ, вижу второй ответ. Нет, не получает, но большинство думает о том, что нет, не получает. Окей, большинство думает все-таки, что не получает, уважаемые лидеры, а нет, потому что консультант получает свой бонус по программе «Энергия роста» по причине того, что в каталоге квалификации на новый уровень, да, в каталоге квалификации на получение своего бонуса, а для этого консультанта каталог квалификации – это каталог номер 3, 4 и 5, когда он достигает своего уровня 15%, во всех этих каталогах у него есть обязательное условие, выполнено отрыв и 150 личных баллов. То, что у него в каталоге номер 2 не было, 150 личных баллов, это не влияет на получение им этого бонуса по данной программе. Но я рекомендую вам эту информацию широко не озвучивать, да, и все-таки вашим партнерам говорить о том, что 150 баллов – это обязательное условие для получения всех вознаграждений от компании, приучать их к тому, что наличие 150 личных баллов – это гарантия получения объемной скидки каждый каталог и так далее. Уверена, что у ваших партнеров 150 баллов будут ежекаталожных. Ну что ж, мы двигаемся дальше, и есть следующий пример, который говорит о такой ситуации. Наш консультант был в каталоге номер 1 на уровне 12%, у него был отрыв от ниже стоящего партнера в каталоге номер 1, да, и у него не было 150 личных баллов. В каталоге номер 2 он достигает уровня 15%, у него есть отрыв, но он не делает свои 150 личных баллов. Потом он понимает, что ситуация выходит из-под контроля в каталоге номер 3, 4 и 5, он делает все правильно, достигает 15%, у него есть отрыв и есть 150 личных баллов. Напишите, пожалуйста, в чате, получает ли при такой ситуации наш партнер бонус по программе «Энергия и Рост». Ну здесь все четенько, абсолютно верно, кто-то считает да, а кто-то считает нет. Ответ, уважаемые партнеры, правильный ответ в данной программе следующий. Наш партнер не получает свой бонус за 15% в таком случае. Почему не получает? Потому что в первом каталоге квалификации, да, мы говорим о том, что для квалификации на уровень, на бонус, да, за уровень 15% этот человек должен иметь 3 каталожных периода, уровень 15%, и в этих трех каталожных периодах он должен иметь 150 личных баллов и отрыв от нижестоящего уровня. В этом примере наш консультант начал свое движение на квалификацию на бонус в каталоге номер 2, и это был его первый каталог в этой квалификации. Но так как он не выполнил 150 баллов, для него этот бонус пройдет мимо. Но я уверена, что этот консультант поймет рано или поздно, да, о том, что он был неправ, и следующий бонус за уровень 18% и удержание этого уровня в течение 4 каталогового периода будет им достигнут, и все баллы личные, да, он обязательно выполнит. Ну что ж, у меня есть еще один пример, и следующий пример выглядит вот так. У нас есть консультант, который имел во всех каталогах 150 личных баллов. В каталоге номер 1 он был на уровне 12% и имел отрыв. В каталоге номер 2 он вышел на уровень 15%, но не имел отрыва. И в третьем, четвертом, пятом каталоге он вышел на уровень 15% с отрывом. Вопрос к вам. Получает ли бонус по программе «Энергия роста» для менеджеров этот консультант? Да, нет, да, нет, да, нет, да, нет. Ну, большинство из вас отвечает, что нет, и это правильно. А почему этот консультант не получает у нас бонус по программе «Энергия роста» за уровень 15%? Потому что он, начав свою квалификацию и выйдя впервые на уровень 15% за квалификационный период, да, не имел в этом каталоге отрыва. То есть это очень похожая ситуация на ту же ситуацию, которая была с личными баллами. Условия как бы выполнены, но личных баллов нет, поэтому консультант не квалифицируется на этот бонус. Да, точно такая же здесь ситуация. 150 личных баллов нет. Есть, то есть, простите, но нет отрыва. Поэтому за этот бонус наш консультант теряет свою возможность получить, за этот уровень, простите, наш консультант теряет возможность получить данный бонус. Ну что ж, это все примеры, которые были у меня приготовлены, да, для вас, для того, чтобы понимать ситуацию, как вы чувствуете себя в данной программе. И мы можем переходить тогда к следующей программе. Вопросы по этой программе я уверена, что у вас остались, и я предлагаю перейти к части ответа и вопроса после завершения. Слайдов осталось не очень много, буквально еще там 7-8, да, и после этого вы сможете задать все ваши вопросы. Я обещаю, что мы не закончим вебинар, пока каждый из вас не сможет задать те вопросы, ответы на которые не прозвучали сегодня в части моей презентации. И сейчас мы поговорим с вами о следующем очень интересном процессе, да, который называется программа для лидеров «Пламя успеха». И эта программа будет работать и действовать в 2017 году. Она также приурочена к юбилейному году, 50-летию, 20-летию «Рихлейм» в мире и в Украине, да. И основной лозунг этой программы, основное ее направление говорит о следующем. Развивайте ваших лидеров, переращивайте ваши 24-процентные группы и получайте гарантированные подарки и суперприз. Что это за подарки и суперприз, наверняка вы уже об этом слышали. Квалификационный период на участие в данной программе также у нас начнется уже в каталоге номер 2, да, и будет у нас действовать по каталог номер 8 2017 года. В сравнительный период каталог номер 2, каталог номер 8 2016 года звание, которое необходимо иметь партнеру для вступления в эту программу, старший менеджер и выше по результатам каталога номер 2. Поэтому те, кто хотят побороться за суперприз и те, кто хотят побороться в принципе за приз, который будет уникальным, и вы уже наверняка о нем знаете, обратите внимание, что в каталоге номер 2 необходимо иметь уровень, да, и звание старший менеджер и выше, для того, чтобы иметь возможность двигаться в части этой программы. И звание по итогам программы в каталоге номер 8 также должно быть директор и выше, и уровень 24%. Что такое квалификационный период? Квалификационный период это тот период, на который мы будем смотреть и суммарно подсчитывать количество ваших 24% групп первого уровня, который будет у вас в течение этого квалификационного периода. Сравнительный период это то, с чем мы будем сравнивать, то есть мы посмотрим на количество 24% групп нашего партнера в прошлом году со второго по восьмой каталог суммарно, да, сравним количество этих групп в периоде со второго по восьмой каталог текущего года, посмотрим на разницу, если разница будет больше, значит человек у нас является участником данной программы и имеет возможность претендовать на суперприз, но об этом немножко позже. По поводу звания вопросов нет, по поводу звания по итогам программы думаю, что тоже у вас вопросов нет. Ну что ж, мы двигаемся дальше. Критерии квалификации следующие, добавить, то есть прирастить минимум две 24% группы в первом уровне суммарно за весь квалификационный период. Это первое. Второе. Иметь не менее 70 квалифицированных рекрутов суммарно в персональной группе за квалификационный период, что такое персональная группа вы также знаете. И третье обязательное условие, не обязательное условие, точнее при выполнении этих условий каждый участник получает гарантированный подарок. Это планшет с автографом основателей. Планшет может отличаться, внешний вид его может отличаться от того, который представлен на экране, но это уникальный элемент, скажем так, бизнесмена в нашей компании, который должен быть абсолютно у каждого успешного лидера, потому что он будет с автографом и будет четко видно тех лидеров, которые будут иметь этот уникальный аксессуар, потому что это будет ограниченная партой, как вы понимаете, да, и приобрести его за деньги нельзя будет, он будет доступен только для тем, кто выполнит условия квалификации на данную программу, и эти партнеры только будут иметь такой уникальный аксессуар и смогут им пользоваться и показывать его на своих встречах. Кроме этого, есть еще один суперприз, и этот суперприз называется «Поездка на двоих в Афины. Три дня и две ночи в сентябре 2017 года». Человек, который покажет наилучший результат среди тех партнеров компании, которые прирастят две группы и больше, да, то есть кто прирастит наибольшее количество 24% групп в Украине в периоде со второго по восьмой каталог 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот партнер получит поездку на двоих в Афины, да, во время юбилейной золотой конференции, которая будет проходить в рамках круиза, у нас в Афинах будет проходить самое большое событие, да, празднование 50-летия компании, и этот человек, который победит в этой номинации, будет лучшим в Украине по количеству прирощенных 24% групп, он будет участником этого мероприятия, и его будут награждать на этом юбилейном, скажем так, событии. Если победителем в этой части станет партнер компании, который квалифицировался на золотую конференцию 2017 года и будет участником конференции и этого события само собой, то этот партнер получает дополнительно еще одну путевку на золотую конференцию, которая будет проходить в рамках круиза. То есть суперприз может быть в двух направлениях, он может быть разным. Если на суперприз квалифицируется человек, который не участник золотой конференции 2017 года, он получает путевку в Афины на двоих, три дня, две ночи в сентябре 2017 года и награждение на мегамероприятие, которое будет посвящено празднованию юбилея компании «Арифлейм» и будет проходить в Афинах. Если этот человек является участником золотой конференции, то его суперприз – это плюс одна путевка к тому количеству, которое он заработал, одну или две, бесплатная путевка на золотую конференцию, которая будет проходить у нас в рамках круиза. И та, и другая возможность очень-очень интересная. И давайте сделаем так, чтобы победитель был из центрального региона. Потому что победитель один в Украине, да, и я уверена, что у нас есть абсолютно все шансы быть лучшим в этом направлении, да, и иметь победителя, человека, который поедет в Афины, либо человека, который получит дополнительную путевку из центрального региона. Ну что ж, несколько уточняющих моментов. В случае одинакового количества групп, то есть если у нас будет несколько победителей, да, то есть лидеров, которые прирастят одинаковое количество в 24% групп, включается второй критерий, и вторым критерием будет количество квалифицированных рекрутов в персональной группе за весь период квалификации. Самый высокий результат рейтинга, супер-приз, как я уже говорила, поездка в Афины, маленькая приписочка в конце со звездочкой при условии соблюдения этического кодекса Reflame. Не буду долго на этом останавливаться, я думаю, что все абсолютно хорошо понимают, что этика наше все, да, и все призы, они должны быть заработаны нашими лидерами с соблюдением всех этических норм и правил, без отсутствия розничной торговли, без отсутствия переподписания, без отсутствия каких-то вещей, которые могут человеку навредить части нарушения этических норм, которые есть в компании. Ну что ж, давайте посмотрим на пример, очень-очень мелкий пример, как это будет работать. Я уже коротко объяснила суть этой программы, да, но для того, чтобы визуалы увидели, как это будет работать на самом деле, вот такой пример есть перед вами. Сумма групп за сравнительный период, а сравнительный период – это 2016 год, со 2 по 8 каталог, у нашего партнера количество групп было 5. Его план на достижение того результата, чтобы получить планшет от основателей, с автографом основателей в подарок, его план – 9 групп. Да, наш консультант, наш лидер двигается по данной программе и делает не 7 групп, как мы его просили, да, а делает 9 групп и 70 квалифицированных рекрутов. Условия на гарантированный подарок данным консультантом выполнены, потому что он перевыполнил свой план, он прирастил вместо 2 групп, которые являются минимальным количеством для получения планшета, он сделал 9. В данном случае наш консультант получает свой подарок, да, планшет, и в случае, если его результат плюс 4 группы – это будет наилучшим результатом в Украине, то он получает еще и суперприз. Если это будет не лучший результат, то он просто получает планшет. Пример номер 2 – наш партнер по итогу аналогичного периода 2016 года имел 33 группы, ему необходимо для получения планшета прирастить 2, да, и его план за аналогичный период 2017 года иметь 35 групп. Наш партнер перевыполняет свой план, потому что делает 40 групп, да, то есть растет намного быстрее, чем требуется это для получения планшета, и разница между его фактом количества групп и сравнительным периодом – 40 минус 33, его результат плюс 7 групп за этот период. Если это будет наилучший результат в Украине, то этот партнер получает поездку в Афины, либо получает плюс одно дополнительное место как участник конференции, в случае, если он является участником конференции, квалифицируется на конференцию 2017 года. Каким образом это отслеживать? У каждого партнера на сайте, на личной страничке, да, в разделе «Мой бизнес» – «Управление структурой», «Программы и акции», начиная с каталога номер 2, есть отчет, персональный отчет с конкретным планом для квалификации на планшет, да, то есть сегодня же зайдите на свою персональную страничку и посмотрите, какой это план, и спланируйте количество групп, которые у вас будет в этот квалификационный период. Уверена, что один из слушателей нашего сегодняшнего вебинара будет победителем в этой части и отправится в Афины, либо получит дополнительное место на золотую конференцию. Также вы можете свой личный план уточнить у своего ААСМА, в текущем каталоге эта информация уже доступна, и пропланировать вместе ваш рост до восьмого каталога для того, чтобы заработать этот подарок и стремиться быть лучшим. И будет ежекаталожный рейтинг лидеров в последнем каталоге квалификации. Будет еженедельный рейтинг, когда в течение каждой недели, в трех недель каталога вы будете получать информацию относительно ситуации с количеством групп у ваших конкурентов, кто будет целиться на получение супер подарка. Ну что ж, также хочу напомнить еще о наличии юбилейного сайта. Это специальный сайт, который был создан для того, чтобы поддержать юбилейный 2017 год. Это специальный юбилейный инструмент для рекрутирования. Там достаточно много историй лидеров, различных интересных статей, видеоисторий. И рекомендую вам заходить и пользоваться этим ресурсом для своей работы в течение 2017 года. Ну что ж, у меня все. И с той информацией, которая была подготовлена для вас в части наших программ, программ в части юбилейной бонусной программы 2017 года. И сейчас есть возможность уже переходить к вопросам. Я прошу вас начинать писать ваши вопросы в чате в случае их наличия. Вот я начинаю с вопроса Ольги Воробьевой, который называется «Аня, поясни, вылетает ли менеджер, если разово не выполняет одно из условий?» Если менеджер разово не выполняет одно из условий, имеется в виду личные баллы, либо отрыв от нижестоящего партнера, он не вылетает из программы. Он вылетает из программы только в случае, если он упадет и покажет уровень ниже, чем был по сравнению с каталогом номер один 2017 года. Если он в каком-то из каталогов квалификации не выполняет условия отрыва либо 150 баллов, он получает возможность двигаться дальше, полностью он из программы не вылетает, но он не получает возможность получить бонус за тот уровень, в котором он не выполнил какое-то из условий. Был похожий пример, если что-то еще непонятно, пишите, будем разбираться. Группы тут локально или глобально? Людмила Иванова спрашивает. Я думаю, что речь идет о программе «Планы успеха» и здесь речь идет о глобальных группах. Персональная группа локально фиксируется или глобально? Людмила не совсем поняла. Группы, наверное, поняла. Группы для прироста двух 24% групп для получения планшета, они глобальны. Если мы говорим о 70 квалифицированных рекрутов, то у такого партнера мы будем смотреть на квалифицированных рекрутов локально, только в Украине. Квалифицированные рекруты только в Украине. Группы для получения подарка по программе «Планы успеха» считаются глобально. Так, 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 локально, глобально. Если у директора отделяется группа во время квалификации, кому идет квалифицированные рекруты отделенного старшего менеджера? По этой программе, хороший вопрос, уточним его, но по опыту предыдущих квалификаций, скажем так, на разные программы, речь идет о персональной группе. Персональная группа, старший менеджер прекращает являться персональной группой консультанта после того, как отделяется и выходит на уровень 24%. Этот вопрос я себе сейчас записываю, потому что он действительно важен. И я думаю, что до конца нашей сегодняшней встречи мы узнаем на него ответ. Если человек открывает 24% в каталоге номер 2 и участвует в акции, то в каталоге номер 8 он не в звании получает лен-планшет. Нет, если человек открывает 24% в каталоге номер 2 и участвует в акции, то в каталоге номер 8 он не в звании получает лен-планшет. Нет, если человек открывает уровень 24% в каталоге номер 2, то он может двигаться по программе энергии роста менеджеров и заработать свои 9000 гривен. Программа «Пламя успеха». Ой, простите, что-то я не то говорю. Если человек открывает 24% в каталоге номер 2 и участвует в акции, то в каталоге номер 8 он не в звании получает лен-планшет. А почему речь идет у нас о каталоге номер 8? Сейчас, простите, возвращаемся обратно к нашим условиям. Вы видите, такие вопросы вы сейчас говорите. 7 каталогных периодов. Записываю ваш вопрос с Рубом Гриценко, который... Сейчас, минуточку. И до конца сегодняшней встречи. Уверена, что мы будем получать на них ответы. У нас сейчас будет такая связь интересная сразу же, да, с ответами на вопросы, которые... Видите, я, честно говоря, не ожидала, что у вас будут такие вопросы, которые поставят меня в тупик. Я готовила к сегодняшней встрече, но вот уже есть несколько вопросов, которые... Ответы на которые у меня нет. Ну, хорошо, двигаемся дальше. Оба ваши вопросы я уже отправила на доработку, и сейчас мы получим ответ до конца нашего мероприятия. Если человек открывает 24%, вопрос был, выплата премии директора будет в тот каталог, в котором менеджер получил, в конце акции по премии. Выплата всем, кто двигается по программе энергии роста менеджеров, будет... Для менеджеров будет сразу же по истечению квалификации, да, то есть 3 каталога на 15 дел, и сразу же после этого периода получил свои деньги, да, 2000 гривен. Если мы говорим о директорах, то для директоров выплата премии, абсолютно для всех директоров, выплата премии будет по итогу каталога номер 14 одной суммой, да, то есть 10% от всех сумм бонуса за менеджеров, да, которые получили партнеры в персональной группе, получит директор по итогу каталога номер 14. То есть не по выходу этих партнеров, да, а одной суммой по итогу каталога номер 14. Так, идем дальше. Марка планшета известна? Нет, марка планшета неизвестна, мы не знаем, какая будет марка, причем сейчас у нас уже есть информация относительно того, что может внешний вид планшета меняться, но я уверена, что если на этом планшете будет автограф наших основателей, то он будет хорошего качества, и вам будет чем гордиться, когда вы будете пользоваться этим планшетом. Окей, двигаемся дальше. А если нет отрыва в первом каталоге, обе 12% можно ли включаться в программу? Если нет отрыва в каталоге номер 1, в каталоге номер 1 мы не просим отрыв, в каталоге номер 1 мы смотрим только на ваш процентный уровень, конечно, оба человека в данной ситуации могут включаться в программу, они могут выходить либо на 15%, это их следующий процентный уровень, за который они могут получить бонус, одновременно, да, и они могут выходить в разных каталогных периодах. Если они выходят одновременно, и обе будут на 15%, то тот, который будет выше, не получает бонус, потому что у него не будет отрыва. Когда нижний выйдет на 15%, тот, что выше, должен иметь уровень 18%, потому что мы обязательно требуем отрыв в этой программе. Окей, так, двигаемся дальше. Если в первом каталоге 15%, то во втором каталоге надо 18%. Не совсем так, 18% можно во втором каталоге, 18% можно в третьем каталоге, в любом каталоге квалификации. Главное, чтобы человек наш успел до 9-го каталога, скажем так, выйти минимум на этот процентный уровень, для того, чтобы он успел заработать этот бонус. Но если наш партнер был на уровне 15%, но в каталоге номер 2 упал на 12%, тогда он вылетает из программы вообще и не имеет возможности принимать участие в заработке, скажем так, этого бонуса для себя в части юбилейной программы энергии роста для менеджеров. Окей, двигаемся дальше. Если в каталоге 2.15 получается с отрывом, если в каталоге 2.15 получается с отрывом, а в каталоге 3 без отрыва, будет ли продолжаться квалификация? Нет. Этот пример был сегодня, ну, правда, там был во втором каталоге без отрыва, а в третьем каталоге с отрывом. Не имеет значения. Все три каталожных периода, которые будут подряд, которые должны быть подряд, обязательно должны иметь отрыв от нежестоящего партнера, от нежестоящего менеджера. И 150 личных баллов. Если в какой-то из трех, мы говорим сейчас о 15-процентниках, если в каком-то из трех периодов, когда наш партнер сделал 15%, у него не будет отрыва от нежестоящего, он вылетает из возможности получить бонус по этой программе. За 15% я имею в виду. Достигнет 18, сделает этот уровень 4 раза, 3,5 тысячи гривен он может получить. Так, двигаемся дальше, 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 дальше. Марка планшета, это уже было. Вы очень много пишете, у меня все скачет перед глазами, и я не вижу, на чем мы остановились. Ага, если в каталоге, так, это было, было, было. По какой программе идут старшие менеджеры по итогам каталога номер 1? Старшие менеджеры по итогам каталога номер 1 имеют возможность до каталога номер 8 получить звание директора, и получить свой бонус 10% за всех партнеров, которые будут у нашего старшего менеджера по итогу каталога номер 1 в данной программе. Мы продолжаем дальше. Мы продолжаем дальше. И следующий вопрос. По какому каталогу будут идти старшие менеджеры, я сказала. На сайте ошибка 22%, спасибо, исправим. Если консультант в первом каталоге был на 12%, Ирина Батрали не поняла ваш вопрос. Если в первом каталоге 12% нет отрыва, 150 баллов нет. Во втором каталоге 12% нет отрыва, 150 баллов нет. Третий, четвертый, пятый каталог, 15% отрыв есть, 150 баллов есть. Получает ли бонус? Да, абсолютно верно, получает бонус, потому что при вступлении в программу на уровень 15% наш партнер имеет все необходимые условия. То есть у него есть отрыв, у него есть 15%, у него нет падения, все в порядке, наш партнер получает бонус. Если в первом каталоге 12% нет, это все тоже... Ага, это я заново читаю ваш вопрос. В этом каталоге можно еще открыть 24%, поучаствовать в акции на планшет. Да, в этом каталоге можно открыть 24%, поучаствовать в акции на планшет, и до конца сегодняшней встречи я расскажу, как это будет считаться. Если локальные группы не отделяются, то квалифицированные рекруты считаются мне, а глобально это директор. Если локальные группы не отделяются, а квалифицированные рекруты считаются мне, а глобально это директор. Квалифицированные рекруты вам, как директору в этой программе, которые считаются только из той персональной группы, которая не включает в себя других претендентов на получение этого подарка. Другими словами, если у вас в Украине есть партнеры, которые не имеют уровня 24% и являются частью вашей персональной группы, то с учетом международного спонсирования имеют уровень директор, то эти партнеры являются самостоятельными участниками акции и в квалифицированные рекруты вашу персональную группу считаться не будут. То есть ваши квалифицированные рекруты, к сумме ваших квалифицированных рекрутов считаться не будут. Если директор 24%, но не поддерживает 3000 баллов, то по какой программе идет? Если директор 24%, но не имеет 3000 баллов, то не идет ни по какой программе. Вы имеете в виду, наверное, в каталоге номер 1. У него было 24%, но не было 3000. Если он до каталога номер 8 будет иметь статус директора, он сможет заработать свой бонус 10% от получателей всех бонусов по программе энергии роста менеджеров в его персональной группе. Окей. Так. Идем дальше. Так. Звание по итогам программы в каталоге номер 8 директора выше уровня 24%. Ответ на какой-то вопрос ответила Екатерина. Спасибо. Если победитель на суперприз в Афине не квалифицировался на золотую конференцию, то путев по 3 дня и 2 ночи просто в Афине или 3 дня и 2 ночи в рамках золотой конференции. Нет. Если победитель на суперприз не квалифицировался на золотую конференцию, то он получает просто путев по 3 дня и 2 ночи в Афине с участием в одном мероприятии и счастье золотой конференции. Все остальное время он проводит самостоятельно, не в рамках конференции. Если открыл 24% в каталоге номер 2, то на планшет надо в каталоге 8 быть или директором, или уровень 24%. Этот ответ у нас уже был. Директором нужно быть по итогу каталога номер 8, для того чтобы иметь возможность... 24% и директор. Есть вопрос относительно Гриценко-Любови, касательно того, если в каталоге номер 2 человек впервые выходит на уровень 24%, будет ли он иметь возможность до каталога номер 8 закрыть директор? Нет, такой возможности он иметь не будет. В каталоге номер 8 он не будет директором, значит он не сможет квалифицироваться на планшет. Квалифицироваться на планшет имеют возможности те, кто в каталоге номер 1 имел уже уровень старшего менеджера. Таким образом, до каталога номер 8 они успевают. Если впервые человек выходит в каталоге номер 2, то, к сожалению, он не успевает квалифицироваться на планшет. Есть вопрос касательно старшего менеджера, который отделится в процессе. Так как я и говорила, персональная группа будет ежекаталожно смотреться, и будут считаться в учет, в счет вот этих 70 квалифицированных рекрутов, то есть те квалифицированные рекруты, которые осуществляют, считываться не будут. Так, если группа отделяется... Так, очень много вопросов, все скачет, вы пишите и пишите. Сейчас я найду, на чем мы остановились. Суперприз на Афины был. Так, это было. Аня, если группа отделяется, то квалифицированные рекруты не считаются директорами. Да, не считаются директорами, я уже об этом говорила. Вопрос по суперпризу Афины пристала от Елены Паронской. Я уже на него ответила. Так, Ольга пишет, важно, если ты хотя бы раз упал в энергии роста, то ты теряешь возможность вообще участвовать и не можешь забрать бонус и за другие процентные уровни. Да, очень важный момент. Если ты выходишь на уровень 15%, к примеру, вступаешь в квалификацию на бонус за 15%, да, и не выполняешь этот уровень, да, то есть падаешь, мы не говорим сейчас про 150 личных баллов, мы не говорим сейчас про отрыв, падаешь, к примеру, на уровень 12%, ты вылетаешь из программы вообще. Так, как включаются новички после завершения первого шага или в следующем каталоге после регистрации? Новички включаются в тот период, когда они впервые достигнут уровня 15%, удержат его в течение трех каталогных периодов и будут иметь, ну, все необходимые условия отрыва 150 личных баллов. Они могут включиться в каталоге регистрации, сегодня зарегистрироваться, по итогу каталога сделать 15% с отрывом и 150 личными баллами, и в таком случае будут иметь возможность стартовать, да, на квалификацию на получение этого бонуса. Если я одновременно с нижестоящим менеджером повышаю уровень до 18% во втором каталоге, у меня нет от него отрыва. Второй, третий, четвертый каталог на делу 150 баллов всегда. Я могу повысить уровень на 21% в пятом каталоге и получить бонус, но за 18 я не получаю. Да, совершенно верно, во всех каталогах квалификации у вас должен быть отрыв. Вы не вылетаете из программы, но вы имеете возможность квалифицироваться только на следующий бонус в случае наличия отрыва от нижестоящего партнера. Что такое отрыв? Отрыв – это наличие, да, уровня другого, нежели консультанты твоего первого уровня. Если у тебя в структуре есть консультант, который находится на том же уровне, что и ты, это значит, что у тебя отрыва нет. Если ты находишься на 15%, а в твоей группе наивысшее звание, к примеру, уровень, простите, 12%, это значит, что отрыв есть. Если вы на 12% и в вашей команде на 12%, это значит, что отрыва нет. Надеюсь, понятно объяснила. Окей. Так, 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 так. Двигаемся дальше. Если партнер был на 15% в первом каталоге, с какого уровня он включается в программу? Если он был в первом каталоге на 15%, то следующий его уровень – 18%, это в 4 раза удерживает, имеет отрыв, имеет 150 баллов и зарабатывает свой бонус в 3,5 тысячи гривен. В процессе он может выйти на 21%, имеет 150 баллов и отрыв, и имеет шанс заработать 5,5 тысяч. Если до восьмого каталога включительно сделает, выполнит все эти условия, то имеет возможность заработать в 18 тысяч гривен. Так, звук, 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 звук. Что-то было со звуком. Так, следующий вопрос. В каталоге номер один уровень 12%, а во втором тоже 12%, то консультант не участвует? Нет, консультант участвует, потому что он не упал. Да, если у нас наш консультант в каталоге номер один, именно 12%, и во втором тоже 12%, то он может вступить в программу, начиная с каталога номер три, в течение трех каталожных периодов удержать свой уровень 15% и получить, иметь отрыв, иметь личные баллы и получить свой бонус в размере 2 тысячи гривен. Другая ситуация, при которой наш консультант в каталоге номер один был на 12%, в каталоге номер два был на 12%, в каталоге номер три вышел на 15%, в каталоге номер четыре опять свалился на 12%. Для такого консультанта его участие в программе энергии роста для менеджеров закончено, он больше не продолжает участвовать. То есть падать в этой программе нельзя ни с минимального уровня, который есть в каталоге, был в каталоге номер один, ни с того уровня, с которым ты вошел в квалификацию. То есть достигнул 15% впервые, да, в течение трех каталогов ты обязан эти 15% удержать. Окей, если старший менеджер по итогу первого каталога закрывает уровень директора, в седьмом каталоге, если старший менеджер по итогу первого каталога закрывает уровень директора в седьмом каталоге, то он получает 10% только за 8-й и 9-й каталог или за весь период акции со 2-го по 9-й. За весь период акции со 2-го по 9-й. Главное, чтобы он закрыл своего директора и имел уровень на окончание квалификации. Так, если в первом каталоге 9%, участвуют ли в программе? Да, участвуют. В случае, если выйдет на уровень 15%, три каталожных периода и не будет падать и будет именить 150 личных баллов и отрыва. Пропало видео, ну простите, ничего страшного. Если новичок зарегистрирован в каталоге номер один, один закрыл шаг в каталоге номер два, квалифицировался, участвует ли он в программе? В программе участвуют абсолютно все консультанты, которые имели в каталоге номер один уровень от нуля до 21%, в зависимости от того, на каком уровне эти консультанты были, определяется их цель в части данной программы. Если ты был от нуля до 12%, ты стартуешь с уровня 15%, и первый твой бонус это 2000 гривен. Поэтому участвуют. И все те, кто присоединятся в процессе данной программы, со второго каталога, по девятый каталог, простите, все эти партнеры, все эти консультанты имеют возможность также заработать эти бонусы. Так, стартовая программа тут ни при чем, абсолютно верно. Ориентация на уровне. Спасибо большое, Екатерина. Абсолютно верно. Слышно обрывками. Не услышали ответ на свой вопрос. Напишите вопрос еще раз. Спасибо. Если по первому каталогу уровень по Украине 21%, глобальный директор. На планшет идет такой лидер и прирост групп. Очень интересная ситуация. Если по каталогу номер один уровень по Украине 21%, а по итогу каталога номер два этот же лидер будет иметь статус директор, то такой консультант участвует в двух программах. Он имеет возможность, во-первых, выполнив шесть раз подряд с отрывом уровень 24% заработать свой бонус 9000 гривен. И такой же такие же условия работают на него в части программы «Пламя успеха». То есть такой консультант может и заработать 9000 гривен по программе «Энергия роста менеджеров», и этот же консультант может участвовать в программе для лидеров «Пламя успеха» как директор, перерасти в две 24% группы за период квалификации. Так, а как же директору делать 70 квалифицированных рекордов? Получается или две группы, или 70 Q, это все друг другу противоречит. Если у меня открываются две группы и Q мы делали здесь же, то почему же тогда Q не считаются? Получается, надо делать группы с одним лидером, а Q с другой веткой. Не совсем так. Наверное, основная мысль этой программы то, что растить нужно не одну ветку, а несколько, и делать Q и в одну ветку, и в другую, пока не отсоединится ваш 24% менеджер, старший менеджер. Эти Q будут рассчитаться после того, как он отсоединится, вам будут считаться только Q персональной группы и нужно растить вторую ножку. Такие условия, к сожалению, и здесь необходимо просто к ним с ними свыкнуться и их принять. Так, запутано все. Я бы не сказала, мне кажется, что не очень запутано. Достаточно простая программа, может быть, это для меня, не буду судить. Обязательно каждый каталог должно быть 10Q или можно меньше. Не имеет значения количество квалифицированных рекуртов, ежекаталожное имеет значение суммарно по итогу квалификации 70 квалифицированных рекуртов. В условиях написано, что можно открыть 24% и участвовать в акции на планшет. Было бы очень приятно получить возможность заработать планшет впервые, открыв 24%. Это мощная мотивация быстро расти. Я отправлю ваше предложение нашему специалисту, скажем так, по акциям и программам. Но во время нашего вебинара я уже отправляла вопрос относительно того, в каких программах может участвовать человек, который в каталоге номер 1, в каталоге номер 2, простите, впервые достигнет уровень старшего менеджера и не успеет до каталога номер 8 закрыть уровень директора. Ответ прозвучал следующий, что в каталоге номер 8 должен быть обязательный уровень директора. Поэтому предварительный ответ нет, новый старший менеджер каталога номер 2 не может участвовать, но обещаю ваше пожелание передать нашему руководству. Кьюшки суммарно считаются, это кому-то, видимо, был ответ, а если закрыть сразу два новых уровня, как считается премия, если вы закрываете два новых уровня три раза, если вы, скажем так, были на 12% каталоги номер 1, после этого четыре раза сделали уровень 18% с отрывом со 150 личными баллами и так далее, то вы получаете обе премии и за 15, и за 18%. Снова потеряла, где мы находимся. Так, два уровня, все, нашла. Есть же каталогных норм, квалифицированных рекордов, нет, верно, да, абсолютно верно, главное, суммарно 70 квалифицированных рекордов за весь период квалификации. Если старший менеджер закрывает уровень директора в седьмом каталоге, а менеджера в его структуре, к примеру, в шестом каталоге получает премию 2000, то этот старший менеджер за него получает 10%, или как только закроет уровень директора. Этот старший менеджер получает 10%, так же, как и все лидеры, которые претендуют на получение 10% по итогу каталога номер 14. Моментально он не получает ничего. То есть 10% бонуса, если мы говорим о менеджерах, то менеджеры получают свой бонус после того, как закроют свой шаг на достижение какой-то премии. То есть либо после трех выполнений уровня 15%, либо после четырех выполнений уровня 18% и так далее. Это только касается менеджеров. Если мы говорим о старших менеджерах на сегодняшний день и директорах, которые претендуют на получение 10% от общей суммы бонусов получателей их персональных групп, то все они единоразово получат общую сумму по итогу каталога номер 14. Уточняет Татьяна, номер один уровень 10%, во втором каталоге 9%, во втором 9%, в третьем 12%, а в четвертом, пятом и шестом 15%. Консультант получает 2000. Да, абсолютно верно, в такой ситуации нет падения, да, и консультант получает 2000, он был на 9%, для него вступление в программу на квалификации на бонус это уровень 15%, в течение трех каталогов он поддерживает этот уровень, имеет 150 баллов и отрыв, и получает свой бонус. Если отделяется ветка, в этой ветке есть менеджеры, участвующие в программе 10% от премии этих менеджеров, кто получает. Если отделяется ветка 24%, когда эта ветка может отделиться, мы сейчас говорим о том, что за всех этих менеджеров получает вышестоящий директор, да, потому что ветка отделяется же у нас не в первом каталоге, по итогу которого мы фиксировали эти группы, да, мы говорим о том, что ветка возможно отсоединится в процессе. За менеджеров этой ветки будет получать вышестоящий директор, потому что сам старший менеджер новоиспеченный не является получателем этого бонуса, поэтому за его персональную группу будет получать вышестоящий директор. Несправедливо к тем старшим менеджерам, которые открыли уровень 24% ранее, а не в втором каталоге и не получают 9000 гривен. Почему несправедливо? Они имеют возможность закрыть звание директора и получить 10% к своим доходам. Дальше. А если закрыть сразу два уровня, начисляется двойная премия, как и раньше. Если закрыть сразу два уровня, но выполнить их необходимо по разным условиям, если это 15%, то 3 раза, если это 18%, то 4 раза, то не начисляется двойная премия, начисляется премия за уровень 15% и 18%. На слайде написано, что по итогам каталога 8 надо быть или директором, или 24%, то новый 24% по итогам каталога 2 уже получает планшет, если выполняет условия. На каком слайде такое написано? Давайте вернемся на слайды и посмотрим, на каких слайдах это было. мы говорим о планшете. Звание по итогам программы в каталоге номер 8, директор и выше и уровень 24%. Не понимаю, о каком слайде идет речь и на какой слайд вы ссылаетесь. Окей, так, несправедливо это уже было, на слайде это уже было, зарегистрирован консультант в каталоге 1, каталоге 2, выполнил первый шаг на планшет, считается ли такой новичок? Да, считается, по итогу каталога будет срез по количеству квалифицированных рекламентов, не по дате регистрации, а по дате закрытия первого шага. Очень просим разрешить участвовать на планшет новым 24-процентникам. Мы из Винницы мотивируем многих партнеров открыть 24%, чтобы получить юбилейный планшет. Копирую ваш вопрос, отправляю разработчикам, разработчикам наших акций и программ. Предварительный ответ я вам уже сказала, но если вы очень просите, я передам, возможно, что-то придумаем. хотя всегда нужно надеяться на лучшее. Девочки, на какой площади планшетной летучи цены, это я не буду читать. Ветки разные или одна-два раза по 24%. Если мы говорим о квалификации на планшет, то это может быть одна ветка, это могут быть разные. Главное, чтобы количество 24-процентных групп суммарно за период со второго по восьмой каталог было на две. Больше, чем была в аналогичном периоде прошлого года. И мы говорим о параллельных группах, это не друг подружка, это параллельные группы. Так, новые 24-процентники должны перевыполнить условия по квалифицированным реклам, чтобы сделать отрыв. 13-й слайд, меня отправляют в 13-й слайд относительно, наверное, каких-то условий. 13-й, это 14-й, вот 13-й слайд сегодняшней презентации, не совсем понимаю, что вы имели ввиду. Если вы сейчас уточните, то я отвечу на этот вопрос. Что имелось ввиду в 13-м слайде. Ну что ж, дорогие друзья, я передам нашему руководству, разработчикам, скажем так, да, те вопросы, на которые вы сегодня так реагировали, то есть возможность участия в программе на планшет в части тех партнеров компании, которые будут иметь впервые уровень 24% по итогу каталога номер 2, но не успеют иметь статус директора до каталога номер 8. Передам обязательно это пожелание нашему руководству. я благодарю вас за внимание, я желаю вам успешного каталога номер 2, новых партнеров, помните о том, что основная задача это передать информацию, оповестить как можно большее количество консультантов вашей персональной группы о тех инициативах, которые есть на сегодняшний день в компании, которые были запущены совсем-совсем недавно. еще несколько вопросов я вижу посыпались даже не несколько, очень много. Дорогие друзья, давайте заканчивать, уже время, уже больше часа с вами отвечаем на вопросы. Слайд, где начинаются условия на планшет, можно ли вам позвонить, чтобы уточнить нюансы. Нюансы касательно чего, да, вы можете мне позвонить сегодня, завтра я еду в командировку, буду находиться за рулем, поэтому завтра вряд ли я смогу общаться в удобное время, поэтому сегодня вы можете позвонить. Где начинаются условия на планшет, да, мы сейчас вернемся к этому слайду. Если в первом каталоге не было отрыва и 150 личных баллов, чему же брать в этой программе участь новачок и был на уровне 12%. Первый каталог не имеет значения, имеет значение те периоды, когда он будет иметь квалификацию, то есть, выйдет впервые на ревень 15%, або 18%, если он будет на 15%, и так далее. Мает значение тих каталог квалификаций, за которые он будет получать бонус. Что у него было в первом каталоге, эта информация не имеет значения. Где можно будет узнать по поводу открытия 24% в этом каталоге, если это решение будет принято, вы будете оповещены на вашу электронную почту относительно этого условия. Вы понимаете, что я ничего не обещаю сейчас, я обещаю просто передать эту информацию и передать также информацию о том, что очень-очень лидеры центрального региона просили рассмотреть такую возможность. Ну что ж, вопросы закончились, я благодарю вас за внимание и желаю вам новых партнеров, которые будут реагировать на те инициативы, которые объявила компания в 2017 году. Я желаю вам новых званий, я желаю вам увеличения ваших доходов и, конечно же, получения колоссального удовольствия от того, чем вы занимаетесь. Спасибо большое за внимание, всего доброго, до новых встреч.